Своё название микрорайон «Мёртвый город» в станице Саратовской получил несколько десятков лет назад, когда северяне забросили строительство жилого посёлка. Газовая компания планировала поселить в этом районе семьи своих сотрудников, но так и не завершила строительство. Теперь микрорайон постепенно заселяют новые хозяева. В доме Людмилы Басалыка газ в дом провели всего три дня назад. Мы так замучились топить дровяной котёл. У нас маленький котёл, и его надо каждые полчаса подкидывать в дрова. Представляете, что это такое? Мы первым делом включили отопление, и когда стали батареи тёплые, мы вообще были счастливы. И спасибо всем! О том, насколько сложным оказался вот в эксплуатацию заброшенного газопровода, подрядчик рассказал главе «Горячего ключа». Иван Федоровский провёл рабочее совещание на территории мёртвого города. Газопровод здесь начали строить ещё в 2003 году, но работы так и не завершили. В 2017 глава «Горячего ключа» принял решение реанимировать газопровод. Ремонтно-восстановительные работы продолжались несколько месяцев. Газовикам пришлось вычистить просеку, откопать трубу, проверить её целостность. Ведь газопровод не обслуживался 15 лет. Проделав необходимый перечень работ, испытав трубу на прочность и герметичность, газопровод ввели в эксплуатацию. Из местного бюджета на эти работы было выделено полтора миллиона рублей. Газ провели пока только в один дом. Владельцы остальных семи дворов сейчас выполняют технические условия и тоже собираются подключить газ. В дальнейшем провести голубое топливо в дома смогут 120 многодетных семей, которые получили земельные участки в районе мёртвого города. Продолжение следует...